В преддверии нового учебного года на совместном заседании Антитеррористической комиссии района и оперативной группы Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльски рассмотрели вопрос антитеррористической защищённости образовательных организаций. Работу заседания провёл глава района Заур Хамирзов. По первому вопросу повестки дня об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Хуашев. В целях обеспечения порядка и безопасности граждан дорожного движения соответственно Межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльски традиционно ежегодно разрабатывается план, который согласовывается с интересованными ведомствами. В соответствии с этим планом отрабатываются имеющиеся пункты об организации антитеррористических мер, отработке профучётного контингента, владельцев оружия и другие ныне необходимые мероприятия. Соответственно, будет подготовлена расстановка личного состава, который будет задействован на этих торжественных мероприятиях. В ночь с 31 на 1 сентября на все образовательные учреждения заступят вооружённые сотрудники после обследования сотрудникам-кинологам на предмет обнаружения взрывчатых устройств и взрывных веществ. Потом, 1 сентября, будет также проинструктирован остальной личный состав, который заступит на те же самые объекты. Межмуниципальный отдел, в принципе, к обеспечению правопорядка готов. Возникающиеся вопросы в рабочем порядке обсуждаются с представителями и руководителем управления образования. Достигнуто определённое соглашение, проблем по этой части не имеется. Начальник управления образования Асиат Берзегова доложила, что 1 сентября в районе свои двери откроют 13 школ, и все они готовы ко дню знаний. Все объекты образования, общеобразовательные учреждения сегодня готовы к приёму детей 1 сентября. Для обеспечения комплексной безопасности в каждом образовательном учреждении разработаны и утверждены паспорта безопасности. В 2022 году срок этих паспортов 5 лет. В ходе комиссионных обследований всем образовательным учреждениям была присвоена 4 категория. В каждом образовательном учреждении разработаны инструкции действий руководителя всех работников при угрозе или проведении террористического акта, утвержденные начальником управления образования на основании требований Федерального закона Российской Федерации о противодействии терроризма. Внутриобъектовый пропускной режим в образовательных учреждениях осуществляет частное охранное предприятие «Альфа-безопасность» города Майкоп. Непосредственно контроль за их функционированием осуществляет частное охранное предприятие «Альфа-безопасность». Во всех образовательных учреждениях имеются системы видеонаблюдения, оповещения ГОЧС, автоматическая пожарная сигнализация и пак стрелец-мониторинг, который находится в исправном состоянии. Одним из главных вопросов, рассмотренных на заседании, состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании. Глава района напомнил участникам мероприятия, что добрососедские отношения между представителями разных национальностей всегда являлись для администрации района приоритетом. Так должно продолжаться и впредь, сказал Заур Хамильзов. В завершении заседания глава района поблагодарил всех за активное участие в работе антитеррористической комиссии и еще раз подчеркнул, что профилактика терроризма и экстремизма остается одним из важных вопросов на сегодняшний день.